всем привет в этом видео мы разберем простую трехшаговую конструкцию алгоритм как не запутываться в 12 временах активного залога как выбрать подходящее время для описания вашего события или действия в английском языке первый шаг такой же как в родном русском языке вам нужно определиться когда происходило действие прошедшим в настоящем или в будущем шаг 2 так как у английского глагола 4 вариации модификации в зависимости от цели передачи информации о действии или события то вы выбираете одну из следующих веток ветка 1 самая простая традиционная с помощью нее вы говорите о простых базовых периодических событиях обычных действиях вы выбираете направление simple следующая ветка если вам необходимо передать прогресс событий и действий в конкретное время то вы пользуетесь направлением или модификации глагола прогрессив или длительным вариантом третий случай если вам нужно передать результат завершенный событий и действий к определенному моменту времени то вы пользуетесь модификации глагола перфект четвертый вариант если вы передаете информацию о продолжительном действии который тянулось очень долго длилась в конкретный промежуток времени то вы пользуетесь четвертой модификации глагола длительно завершенными или perfect continuous вариантами и так в зависимости от того какую информацию хотите передать вы выбираете во втором шаге одну из веток модификации английского глагола simple простые действия прогрессив прогресс событий или действий в конкретный момент perfect результат или завершенность события и perfect continuous если вам нужно рассказать о продолжительности или тянучести события после того как вы выбрали для себя одну из этих веточек вы переходите к шагу третьему выстраиваете выбранную грамматическую конструкцию согласно вашему ранее сделанному выбору в шаге первом и шаге втором вот такая вот небольшая схема к алгоритмам поможет вам как можно быстрее наладить процесс быстрого и моментального выбора правильного времени английского глагола для того чтобы передать текущую ситуацию субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...